Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Его никто не заказывает, соответственно, никто не финансирует. От начала и до конца это наш собственный продукт. Мы не стремимся кому-то угодить, не ставим целью конкурировать с большим профессиональным кино. Просто занимаемся своим делом. Снимаем кино. Это для нас не какой-то там каторжный, изнуряющий труд. Скорее удовольствие, отдушное. В быту мы друзья и знакомые. Но здесь, на съемочной площадке, обязанности жестко разграничены. Режиссер, оператор, актеры. Наша съемочная группа – это тот же оркестр, где у каждого свое место, своя партия и свой голос. А режиссер, как дирижер, управляет всем этим. У всех у нас есть своя жизнь, семьи, работа, какие-то бытовые проблемы. Но все это остается там, за съемочной площадкой. А здесь мы – одна команда. Мы живем в Забайкале, где удивительная и неповторимая природа. Здесь и происходят съемки всех наших фильмов. Среди нас люди различных профессий. Рабочие, инженеры, преподаватели, спортсмены, предприниматели. Всех объединяет одно – любовь к этому магическому виду искусства, кино. А начиналось все очень давно. Страшно подумать, сколько лет назад. Не было ни компьютеров, ни интернета. Даже о видео знали только понаслышке. На телевидении в те времена было всего два канала, которые вырубались ровно в 22.30. Чем же мы занимались в свободное время? Читали книжки. Занимались спортом. Играли в какие-то мочишечи игры. И, конечно же, безумно любили кино. А полюбившиеся фильмы смотрели по многу-помногу раз. И многие из них знали наизусть. Мы безумно были влюблены в кино. Предпочтение отдавали приключенческому жанру. Понятия боевик еще не было. Полюбившиеся фильмы смотрели по многу раз. Многие знали наизусть. Нашими любимыми героями были бесстрашные индейцы и благородные ковбои. Неуловимые мстители. Капитан Клосс. Четыре танкиста и собака, конечно. Они были для нас и талоном. Им хотелось подражать и повторять их киноподвиги. Мы жили с оглядкой на наших героев. Однажды появилась любительская кинокамера. Это было чудо. Освоить ее было нетрудно. Но снимать дни рождения и походы на природу быстро надоело. Захотелось сделать свое настоящее зажигательное кино. И мы с энтузиазмом взялись за дело. Было снято большое количество коротких динамичных фильмов. На экране мы дрались, кувыркались, кого-то догоняли, от кого-то убегали. Одновременно приходилось быть и режиссерами, и актерами, и операторами. Эти первые фильмы были жуткой смесью ранних фильмов Гарольда Ллойда и Джеки Чана. Нас ничуть не смущала примитивная аппаратура, отсутствие звука, черно-белая пленка. А как захватывал сам процесс создания фильмов. Прошли годы, целая эпоха позади. На дворе 21 век, времена не из легких во всех отношениях. Да и мы стали старше, мудрее, опытнее. К неизменным осталось одно – наша безграничная любовь к кино. И уверенность в том, что кино можно снимать абсолютно бесплатно, если рядом есть единомышленники. Так получилось, что юношеское увлечение переросло во вторую профессию. Кто-то пошутил, что вот, мол, взрослые дядьки все еще играют в войнушку. Да, мы продолжаем делать свое кино. Правда, появилась цифровая аппаратура. С помощью компьютера можно сделать различные спецэффекты. А благодаря интернету расширился круг наших зрителей. Приходится часто слышать, для чего все это вам нужно. Вот задайте-ка вопрос альпинисту. Зачем он идет в горы? Что это? Самоутверждение? А зачем заядлый рыбак часами сидит у речки с удочкой? Что это? Азарт? Апилот в чем? À, produce деньги. Садится! АВТОРОНИНОМ speaksAyahuasen А kıаааахаааааааааааа Вот такое штука. Красивый ИГ estare! А в октябре! Х arribалом pegраляий! Всё, ты трохи кедра. Снимая кино, мы стараемся следовать киношным традициям. Проводится кастинг, тщательно отбираются кандидатуры для исполнения главных, а также второстепенных ролей. Снимая кино, мы стараемся следовать киношным традициям. Наша Забайкалья богата великолепными и разнообразными пейзажами. А в первый съемочный день обязательно разбивается тарелка с названием фильма. Эта традиция заимствована у моряков. Когда спускается на воду корабль, а борт разбивает бутылку шампанского, и корабль готов к отплытию. Внимание! Еще успокоилась! Многие из нашей команды занимаются восточными единоборствами. Именно оттуда мы заимствовали слово «ДЗО». Взамен традиционному «Мотор начали». Команда «ДЗО» означает буквально «Приступить к действию, начать». Взамен «ДЗО» Внимание! 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 Да! По ходу съемок приходится владевать разными киношными специальностями. Костюмер, гример, пиротехник, декоратор, каскадер, постановщик экшн-сцен, боевой хореографии. Костюмер, гример, пиротехник, декоративная культура. Костюмер, гример, пиротехник, декоративный культ. Мене хархи он до. Который там, курсни угидеши устил да. Угидеши успеху. Костюмер, гример, пиротехник, декоративная культура. Костюмер, гример, пиротехник, декоративная культура. Костюмер, гример, пиротехник, декоративный культура. Вот, грубо говоря, раз, увидела. Она только хочет селиться. По своим зрениям, как бы делаем взгляд, видит. Она начинает прыгать. Вот она пошла. Ры, ну да. Ту-ту-пш. Серега. Ту-ту-пш. Раз, двигаем, посаживаемся, кувыркаемся, ноги разбегаем, стреляем. Нет, не затягивай Внимание, го! 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 Продолжение следует...